Ванкувер Ванкувер Выиграли островитяне, бросали, но правда прессингуют сейчас игроки Ванкувера в зоне островитян И что, посмотрим, удастся ли Ванкуверу выиграть хотя бы один матч Бросок от Синий, Смит отбивает, однако атака Ванкувера продолжается, пас на пятак Но увы, подправить шайбу некому, однако атака продолжается, Ванкувер атакует Смит снова отбивает шайбу И вот сейчас игра остановлена, Смит забирает шайбу 0-0 у нас в матче Как всегда, полон стадион в Ванкувере А на наших экранах 22 номер Ванкувер Канакс Дэйв Тигр Уильямс А это уже главный тренер Ванкувера Роджер Нельсон И что самое интересное, ведь главным тренером он стал последние 10 матчей Так как Гарри Нил был дисквалифицирован На 10 игр за стычку с болельщиками в Квебеке Вот так вот, представляете, не игроки, а даже сам главный тренер Ну правда, опять же, с болельщиками он подрался немножко, даже не подрался, а там была небольшая стычка И Лига НХЛ решила его дисквалифицировать И вот Роджер Нельсон встал у руля команды И команда добралась до финала Четвертая игра А я напомню, как развивались первые три матча В первой игре Айлендерс выиграли 6-5 в овертайме И произошло это в самом конце Вот так сейчас мог возникнуть опасный момент Так вот, я напомню, что произошло это в самом конце первого овертайма Буквально за 2 секунды Островитяны вырвали победу Во второй встрече Айлендерс снова побеждает, но уже 6-4 Команды переезжают в Ванкувер И в третьей игре Айлендерс побеждает 3-0 И вот сегодня четвертый матч, который может решить все Или серия будет продолжена Или Нью-Йорк Айлендерс становится трехкратными обладателями Кубка Стэнли А у нас сейчас игра остановлена И что? Удаление будет? Удаление сейчас будет в составе Ванкувера Курт Фрейзер удаляется на 2 минуты 24 номер Ванкувера 79 игр Курт Фрейзер провел в регулярном чемпионате сезона 1981-1982 годов И набрал 67 очков, 28 голов и 39 голевых передач А также 175 минут штрафного времени А вот сейчас четвером Ванкувер пытался организовать атаку Но для островитян все закончилось благополучно И вот сейчас уже островитяне в зоне Ванкувера И что? Посмотрим, удастся ли им реализовать численные преимущества Пока не удается им это сделать Прессингуют, вот стараются островитяне прессинговать сейчас в зоне Ванкувера И что? И Ванкувер так снова выбирается из своей зоны И идет в атаку Опасный может быть сейчас момент Бросок и выше ворот Еще один бросок Но шайба проходит мимо А что у нас? А у нас уже Айлендер сыграет в полном составе И снова поднята рука арбитра Но это был просто офсайд Да, нельзя было входить в зону сейчас Островитян игрокам Ванкувера И просто судья поднял руку Продолжается у нас матч Ошибаются сейчас игроки Ванкувера И что? И вот сейчас Вот сейчас Айлендер смогут использовать численные преимущества Но шайба выброшена из зоны Ванкувера И похоже придется Айлендерс начинать новую атаку Пирсон с шайбой Передача по Твину И Айлендерс уже в зоне Ванкувера Басси был с шайбой Вот он снова с шайбой И ничего не получается сейчас у островитян И надо снова входить в зону Вот сейчас бросок Брадо, Брадо ловит шайбу А там за воротами стычка возникает Да, не поделили вот что-то игроки между собой Ну, в таком матче не мудрено Джон Тоннелли это был Вот так раздервничался он Вот смотрите, как он опасно бросал по воротам Но Брадо был на чеку Ричард Брадо на ваших экранах Основной галкипер Ванкувер Канакс А вот его показатели в плей-офф Такие чуть менее трех шайб он пропускал в среднем за матч А вообще его показатели в сезоне Это 20 побед, 18 поражений и 12 ничьих В общем, такие вот средние показатели А у нас атака островитян И что? Шайба в воротах Батч Горинг, 1-0 С передачи Потвина Великолепно И что? И Эйлендерс впереди 1-0 А мы смотрим повтор этой комбинации Потвин делает прекрасную передачу Горингу Тот с неудобной руки бросает И шайба в воротах Наверное, не совсем удачно сыграл сейчас Ричард Брадо А вот и автор заброшенной шайбы Это его шестая шайба в розыгрыже плей-офф Возобновляется у нас матч Брасване было в зоне Ванкувера Игроки Канакс выиграли Брасване И попытались организовать атаку Но в средней зоне потеряли шайбу И уже островитяне были в атаке Но офсайт Поторопился кто-то из игроков Айлендерс войти в зону И офсайт А мы смотрим повтор А, здесь даже не офсайт Удаление сейчас будет в составе Ванкувера Дарси Ротто удален на 2 минуты И у Нью-Йорка Айлендерс Есть прекрасная возможность удвоить счет 1-0 Островитяне впереди И четвертая игра Которая может решить сегодня все И островитяне третий раз подряд Могут выиграть Кубок Стэнли Выигрывают они Брасывания Размещаются в зоне Ванкувера Потвин был с шайбой Не стал он бросать поворотом Персон был сейчас с шайбой Ну что, будет бросок Никак не удается бросить поворотом Воооо И что, не покидает шайба Не покидает шайба зону Ванкувера Но вот может быть сейчас игрокам Канакс Удастся ее выбросить Снова не удается Пирсон ее останавливает на синей И вот только сейчас Титаническими усилиями Шайба выброшена из зоны Да Вот так вот рукой Прям игрок ее выбрасывает Из своей зоны А что делать Потвин с шайбой Вошел он в зону Канакс Отличная передача на пятак И что Не попадает шайба в ворота Ностром бросал Еще один бросок Айлендерс по-прежнему в атаке Такой навал сейчас Асана в ворот Ричарда Брадо. Пирсон. Бросок. Брадо отбивает. И что? И вся сыгра остановлена. Остановлена у нас игра. И удаление будет, наверное, в составе Островитян. Ностром покидает площадку на две минуты. Но там грубо он сыграл. Да, две минуты ему придется теперь отдохнуть. И что? Теперь у Ванкувера уже есть шанс. А мы смотрим, что же там случилось. Ну вообще, наверное, вот запотвенно заступился Нёстром. Посмотрите, как на пятаке против него грубо играли. А удаление будет обоюдное. 27-й номер. Кароль Снепст еще удален. Вот за вот это вот нарушение. И по-прежнему будет численное преимущество у Айлендерс. Посмотрим, удастся ли Островитянам увеличить разрыв в счете. 1-0, напомню, Айлендерс впереди. А на ваших кранах Роджер Нельсон. Главный тренер Ванкувер Канакс. Есть ему от чего задуматься. Команда проигрывает 3-0. Это в серии она проигрывает 3-0, а в матче она проигрывает пока 1-0. А на ваших кранах был капитан клуба Нью-Йорк Айлендерс Дэннис Потвин. Меняются у нас составы и сейчас будет брасывание. Вот еще раз Бобби Нейстрем. Да, вот за это нарушение его удалили. Что, выиграли островитяне брасывание? Потвер шайбой. И что, удается? Ай-яй-яй-яй-яй! Шайба выходит в среднюю зону! И надо начинать все сначала островитянам. Троттье был с шайбой. Потвин! Ну, а там на пятак некому было отдать. Ашив сейчас Потвин с передачи. И шайба снова выходит в среднюю зону. Басси с шайбой. Троттье помогал ему. И снова ничего не получается у Айлендерс. Потвин, передача Басси. Басси, далее Троттье. Ходит Брайан в зону. Ну, Потвин! Бросок! Там игроки самоотверженно Ванкувера ложатся под шайбу. И угроза миновала. А Ванкувер уже в полном составе. Вот сейчас есть у Ванкувера отличный шанс. Ну, будет ли бросок по воротам? Нет, не получился. Не получился бросок. Лингрен это был. Но не получилось. Еще один опасный момент. Снова бросок. Ну, вот сейчас. И что? Гол! Шайба в воротах! Дарси Ротто забрасывает шайбу и сравнивает счет матча. 1-1. Прекрасно. До конца он поборолся на пятаке. Радуются болельщики Ванкувера. Счет матча становится 1-1. А мы смотрим повтор этой комбинации. Вот защитник бросает от синей линии. Шайба сначала не доходит, добили Смита. Потом Потвин уже помогает. Смотрите, вот Дарси Ротто первый раз бросил. Смита отбивает. Он не смог зафиксировать шайбу. И Ротто уже на добивании. Забрасывает шайбу в ворота. 1-1. Вот смотрим еще раз. Вот сначала Смил бросал. Потом Ротто. А у нас закончился первый период. 1-1 в матче. И команда отправляется на перерыв. Отдохнем и мы с вами. Начинается у нас вторая 20-минутка четвертого матча. В финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Между командами Ванкувер Канакс и Нью-Йорк Айлендерс. После первого периода ничья 1-1. Островитяне первыми отличились в этой встрече. И сделал это Батч Горинг. Однако в конце первой 20-минутки Дарси Ротто на добивании счет сравнял. И вот теперь 1-1. Четвертая игра. А на ваших экранах Брайан Троттье. Игрок Нью-Йорк Айлендерс. В этом сезоне Троттье провел 80 матчей в регулярном чемпионате. Забросил 50 шайб и отдал 79 результативных передач. Вот такие вот показатели у Троттье. Ну что, поддерживают болельщики Ванкувера своих игроков. Вот что-то Смил пытается объяснить главному арбитру. Вроде все решили они свои проблемы. Вот интересно, что же он пытался объяснить. А показатели в этом розыгрыше плей-оффа у Стэна Смила такие. 8 голов и 9 результативных передач. Ну, в общем-то, тоже неплохой показатель. Хотя вот если брать регулярный чемпионат, то на счету Смила 78 очков. 34 гола и 44 результативные передачи. Это один из лидеров Ванкувер Кенакс. Возобновился у нас матч. И островитяне сейчас в атаке. Не удается пока Ванкуверу никак выйти из сезона. Опасный бросок. Ричард Брадо спасает свою команду. И вот контратака может получиться у Ванкувера. Ну, рота с шайбой. Пас на пяток. Опасный момент какой. Иван Болдырев сейчас бросал. Но Билли Смит отражает этот бросок. Однако атака Ванкувера продолжается. Еще один опасный момент. И что удаление сейчас будет в составе островитян. Стефан Пирсон сейчас покидает площадку на 2 минуты. Ну, здесь он явно зацепил игрока. А вот девятый номер клуба Ванкувер Кенакс. Это Иван Болдырев. Но я попозже чуть-чуть расскажу об этом игроке. А сейчас опасно атаковали игроки Ванкувера. Еще одна опасная атака. И шайба не попадает в ворота. Как же так? Ну, практически пустые ворота. Уже был бросок. Еще один бросок по воротам Смита. И, похоже, на этом все закончилось. Островитяне были сейчас. Вот они пытались организовать контратаку в меньшинстве. И уже Ванкувер. О, какой опасный момент. Фрезер сейчас выходил на ударную позицию. Но не повезло ему чуть-чуть. Не смог он обработать шайбу. И вот сейчас Горинг выбрасывает шайбу из своей зоны. И есть у Айлендерс немного времени, чтобы сменить четверку оборонявшихся. Ванкувер снова в атаке. И вот силовой прием. Ну, так просто не дадут там пройти. Однако шайба остается в зоне островитян. И вот сейчас игра остановлена. Лейн вот что-то не поделил тут с одним из игроков Ванкувера. А это был Дарси Ротта. Да, вот пытаются они сейчас словесно хотя бы даже поговорить. Так как подраться им все равно судья не дает. Да, вот не успокаиваются игроки. Но их можно понять. Четвертая игра финального розыгрыша Кубка Стэнли. Нервы у всех на пределе. Хочется, хочется Ванкувера одержать победу. Ему, быть может, навязать даже какое-то противостояние, противоборство такое. Айлендерс, но не получается. А вот нам показывают сейчас серию опасных моментов у ворот Билла Смита. А вот сейчас дальше что будет? Это уже контратак островитян. Троттье с шайбой. Вот он с заворотами был. Ой, как сейчас опасно. Толчок на борт. И Дарси Ротта сейчас покинет, наверное, площадку. И что? Шайба в воротах. Рикошет. Нет, но арбитр не засчитывает эту шайбу. Объясняет он сейчас Брайану Троттье. Но почему так произошло? Во-первых, свисток был раньше уже дан. И поэтому, когда уже там шайба попала в ворота, ее уже и не защитили. Вот. Брадо коснулся первым. Шайба и что? И вот рикошет, и шайба опускается так в ворота. Но свисток-то был раньше. Еще раз повтор. Да, ну тут и рукой уже пытались игроки Ванкувера выбросить шайбу. Но свисток чуть раньше прозвучал. И по-прежнему матч 1-1. А у Нью-Йорка Айлендерс есть прекрасная возможность сейчас выйти вперед. Баси с шайбой он за воротами. Борьба там в углу площадки. Потвин. Бросок. Не доходит до вратаря шайба. Но островитяне в атаке. Еще один опасный момент. Но не попадает шайба на пятак. Баси. Передача Потвину. Там игроки Ванкувера с Саббатой Вержина ложатся под шайбы. Еще один опасный момент. Ричард Брадо отбивает. Но шайба по-прежнему в зоре Канакс. Бросок. Снова Брадо отбивает. Еще один бросок. И снова Ричард Брадо сейчас выручает свою команду. Айлендерс продолжает по-прежнему атаковать. Просто навал сейчас на ворота Ричарда Брадо. Троттье с шайбой. По Спотвину. Ну отскок. И гол. Майк Баси 2-1. Майк Баси выводит свою команду вперед. Троттье. Передача по Спотвину. Бросок. Ну все сделал Ричард Брадо. Ну не помогли ему защитники в этом эпизоде. Ну где же они были? И упустили они Майк Баси. 2-1. Нью-Йорк Айлендерс выходит вперед. Но правда есть еще у Ванкувера время, чтобы счет сравнять. А вот удастся ли это сделать Ванкуверу, мы посмотрим. А вот, пожалуйста, повтор этого эпизода. Троттье. Прекрасный пас с Потвину. Потвин бросает. Ну и вот защитники. Но должны были они помочь своему вратарю. Все сделал Ричард Брадо. Он смог отбить этот бросок. Но вот с повторным броском Майк Баси он уже, конечно, не справился. Но сейчас болельщики Ванкувера поддерживают свою команду. Они верят в свою команду, что им, может быть, удастся сравнять счет и выйти даже вперед в этой встрече. А вот на ваших экранах Брайан Троттье. Один из лучших игроков Нью-Йорк Айлендерс тех лет. Возобновился у нас матч. И продолжается игра сейчас. За воротами сейчас шайба была Билли Смита. Но, похоже, все закончилось. Однако, что случилось? А, удаление сейчас. Еще одно удаление в составе Ванкувера. Не дает. Ну, не получается у них играть вот так вот в равных составах. Стэн Смилл сейчас удален. Вот болельщики Ванкувера поддерживают свой клуб. Посмотрите, да, вот они скандируют. Скандируют они поддержку своего клуба. Смит был сейчас шайбой. И островитяне начинают новую атаку. Они в большинстве сейчас играют. Вот сейчас может быть опасный момент. Посмотрим. Макеон защитник. Не удалось ему бросить. Вот борьба. Борьба за шайбу. Борьба на каждом участке поля. Потвен с шайбой. Бросок. Какой бросок. Боба Борна. Но не получился он у него точным. Еще там был один бросок. И шайба покидает зону Ванкувера. Довольны болельщики. Удалось сейчас Ванкувер отстоять свои ворота. Но островитяне продолжают атаковать. Троттье. Отличный пас был Гиллису. Бросок. Но там все хорошо закончилось для Канакс. Снова атака. Снова атака островитян. Потвен с шайбой. Делал он передачу Пирсону. Но у того бросок не получился. Островитяне продолжают атаковать. Босис с шайбой. Ищет он партнеров. Кому бы отдать передачу. И вот не получился точный пас. И шайба снова покидает зону Ванкувера. Удается, удается. Пока Канакс отстояет свои ворота в меньшинстве. Но островитяне снова идут в атаку. Босис с шайбой. Бросок. И гол. 3-1. Майк Босис. Тубль в этой встрече. И счет становится 3-1 в пользу клуба Нью-Йорк Айлендерс. Вот так вот быстро начали контратаковать в своей зоне игроки островитян. И все закончилось для них просто великолепно. Один был Босис перед воротами Ричарда Бродоя. Никто не мешал ему бросить. Ну, снова провалились защитники Ванкувера. Да, хотя Ванкувер играл в меньшинстве. Но надо было как-то держать. Босис. А это его уже 17-я шайба в розыгрыше плей-офф. Майк Босис. 22-й номер клуба Нью-Йорк Айлендерс. А нам еще раз показывают повтор. А передачу Босис отдавал кто? Ну, как бы вы думали, кто? Это был Брайан Троттье. Вот плакат только что был на ваших экранах. Let's go Canucks. Да, поддерживают. Поддерживают болельщики. Пусть команда проигрывает 3-0 в серии. Пусть она и сейчас в этой игре проигрывает 3-1. Но болельщики команду свою должны поддерживать. Сейчас опасный момент. Пирсон бросал. Браду отбил. А там и Троттье их добивал. Но не получилось. И уже контратака Ванкувера была. Ну, правда, была. Все закончилось на синей линии. А это уже снова Нью-Йорк Айлендерс в атаке. Ну, не получилось уборно бросить поворотом прицельно. А это сейчас ошиблись. Ошиблись защитники Ванкувера. Ну, нельзя так ошибаться в своей средней зоне. Но, правда, все. Сейчас для Канакс закончилось благополучно. Вот уже Канакс атаковали. Ну, бросок, так скажем, не очень сложный был для вратаря. Да и шайба прошла мимо. Прижата шайба к борту. Игра остановлена. А вот нам снова показывают 22-й номер Ванкувер Канакс. Дэйв Тигр Уильямс. В этом сезоне он набрал 341 минуту штрафного времени. И занял общее второе место среди вот таких, скажем, недисциплинированных игроков. А первое место занял Пол Бакстер. У которого 409 минут штрафного времени. Это игрок Писбург Пингвенс. Это если брать регулярный чемпионат. Так что вот Пол Бакстер оказался самым недисциплинированным игроком. Но у нас возобновляется игра. Троттье сейчас с шайбой. И отправляет он шайбу на противоположный фланг. И снова атака. Снова атака может получиться у островитян. Горинг с шайбой. Но не точная передача и шайба в средней зоне. А в это время звучит сирена. Означающая, что второй период в этом матче у нас закончился. 3-1 островитяне впереди. И всего 20 минут их отделяет от третьего кубка Стэнли. Также эти 20 минут чистого времени есть и у клуба Ванкувер Канакс. Для того, чтобы попытаться переломить ход этого матча. А мы с вами пока отдохнем. Перерыв. Возвращаемся мы в Ванкувер. 4 минуты 22 секунды остается до конца третьего периода. В четвертом матче финала розыгрыша кубка Стэнли. Между клубами Ванкувер Канакс и Нью-Йорк Айлендерс. Счет 3-1 в пользу островитян. И вот 4 минуты отделяет их от третьего кубка Стэнли. Посмотрим, удастся ли им это сделать. Очень мало времени остается от Ванкувера, чтобы что-то предпринять. Вот сейчас прессингуют игроки Айлендерс в зоне Ванкувера. Пытаются они сейчас сдержать игроков Канакс, чтобы потянуть время. Да, всего 4 минуты остается. Вот смотрите, нет уже сил. Нет уже сил у игроков и той, и другой команды. Но они все равно продолжают биться за этот почетнейший трофей. Кубок Стэнли. Брасывание сейчас будет в зоне Ванкувера. Островитяне выиграли бросывание. Посмотрим, удастся ли им увеличить разыгрыша. Ох, какой опасный момент сейчас был. Но шайба проходит мимо. Ванкувер с шайбой. Пытаются сейчас игроки Канакс организовать контратаку. Но делали они это как-то очень слишком медленно. И на этом все закончилось. И уже островитяне шайбы. Не спешат островитяне. Совсем мало времени остается у Ванкувера. Ну а игрокам Айлендерс спешить уже совсем никуда не надо. Им просто надо сейчас удержать победный счет. Строго играть в обороне. И не допускать атаку Ванкувера. Вот сейчас мог быть опасный момент. Был бросок. И шайба проходит мимо ворот. Вот сейчас такая идет вязкая борьба в зоне Айлендерс. Не идут, не идут игроки островитяне сейчас в атаку. Менее трех минут остается до конца третьего периода. Вот опасный момент. Бросок. И Билл Смит отбивает сейчас шайбу. А какой сейчас был опасный момент. Марк Крофорд сейчас бросал. И все для островитян закончилось благополучно. 91 номер был сейчас на ваших экранах. Батч Горинг. А мы смотрим повтор этой опаснейшей атаки. Крофорд бросал. Но Билли Смит шайбу отбил. Билли Смит. Вот болельщики Ванкувера, да. Вот они пытаются, пытаются они как-то завести свою команду. Что-то пытаются предпринять. Как-то взбодрить своих игроков. Но правда пока у них это плохо получается. Может быть, конечно, у них это и хорошо получается. Но у игроков Ванкувера плохо получается атаковать. Наверное, вот так. А у нас сейчас будет брасывание в зоне островитян. Выиграл Ванкувер брасывание. Был бросок там опасный. Билли Смит клюшкой прекрасно играл. Вот пытаются, пытаются игроки Ванкувера что-то предпринять сейчас в атаке. А игроки Айлендерс просто выбрасывают шайбу так подальше от своих ворот. Им остается всего две минуты продержаться. И выиграть свой третий кубок Стэнли. Еще одна опасная атака Ванкувера. И снова Билли Смит. Шайбу отбивает. Вот смотрите сейчас, как островитяне действуют. Да, доходят они до синей линии Ванкувера. И просто брасывают шайбу в зону. И откатываются назад. А вы видели сейчас Ричард Брадо. Показывал сигнал на скамейку запасных. Ну что? Ванкувер будет менять вратаря на шестого полевого игрока. Ой, какой был сейчас опасный момент. Еще. И что? Лежит сейчас игрок Ванкувера. Стэн Смил сейчас лежит на льду. Что же там случилось? Да, видимо, какую-то травму или повреждение получал. Даже кровь на льду у нас здесь. А что же случилось? И смотрите, Смил бросается на вратаря. Айлендер сбила Смита. Ну что же, что же произошло? Вот сейчас главный арбитр пытается успокоить его. Но Билли Смит, он тоже невозмутим. А мы смотрим повтор. Что же там произошло? Вот. Смил с шайбой. Ой-ой-ой. Билли Смит вот так клюшкой. Может быть, он сделал это ненарочно, конечно. Я так думаю. А хотя вы знаете, очень-очень странный эпизод. Ну, конечно, такой сильный удар получил Смил по лицу. Разбили ему губу. И вот ругается он. Недоволен он действиями арбитра. Что, не будет даже удаления или что? Да, вот взывает он там к небесам уже. Наверное, каких-то хоккейных богов призывает уже, чтобы они хотя бы, ну, справедливо, чтобы восторжествовало в этом эпизоде. Но здесь главный, вот он, арбитр Уилли Харрис. Вот он главный сегодня. И ему решать, было там нарушение правил или не было. Смотрите, минута 37 остается до конца третьего периода. И тайм-аут, тайм-аут берет Ванкувер Канакс. Точнее, берет его главный тренер Роджер Нельсон. И попытаются, наверное, сейчас игроки Канакс что-то предпринять в атаке. Наверное, это последняя будет их возможность. Да, вот, пожалуйста, львых игроков остается на площадке Юниор Кайлендер. Значит, нарушения не было. Ну, арбитру виднее. Было там нарушение или не было. Раз он так посчитал, значит, он считает, что сделал это правильно. Хотя, вот, удар клюшкой Билли Смита, ну, это как-то совсем плохо. А на ваших экранах 22-й номер Нью-Йорк Айлендерс. Майк Басси. Он был выбран на драфте в 1977 году. В первом раунде под 15-м номером. И что у нас там? Нет, игра не остановлена. Просто там против Басси так грубо сыграли его. Смотрите, сувенир. Сувенир улетает на трибуны. Ай, как здорово получить шайбу с финального матча розыгрыша Кубка Стэнли. Вот кому-то повезло. Болельщику это достанется вот такая память на всю жизнь. Ну, а это Консмайт Трофи. При самому ценному игроку плей-офф. И кто им становится? А вы знаете, это 22-й номер клуба Нью-Йорк Айлендерс. Майк Басси. А мы смотрим повтор. Что же там было в этом эпизоде? Ну, да, вот здесь грубо. Грубо сыграли уже против Майка Басси. Ну, я так думаю, это хотели отомстить. За выходку Билли Смита, галкипера Нью-Йорк Айлендерс. Ну, зачем, зачем, зачем Майк Басси? Ну, забросил он две шайбы. Он ни в чем не виноват. Ну, а вот он, главный трофей. Кубок Стэнли. Вот уже готовятся, наверное, к вручению этого самого почетного трофея. И, наверное, он все-таки достанется к клубу Нью-Йорк Айлендерс. Ну, совсем уж мало времени остается у Канах, чтобы что-то предпринять. А вот посмотрите, болельщики все равно поддерживают свой клуб. Все равно они стараются что-то сделать. А сейчас был опасный момент. Мог быть. Мог быть опасный момент. А вот смотрите, Ричард Брадо хотел уже покинуть свои ворота. И должен был выйти, наверное, шестой полевой игрок. Роджер Нельсон, наверное, такие указания давал во время тайм-аута. И что? Последняя минута пошла третьего периода. Пусть пока будут говорить, это что третий период. Потому что есть еще время у Канакс, чтобы сравнять счет в матче. И что? Покинул Ричард Брадо, наверное, ворота. И шесть полевых игроков сейчас у Ванкувера на площадке. Но игра остановлена. И что? Что сейчас будет? Вот он, вот он, Кубок Стэнли. Самый почетный трофей Национальной хоккейной лиги. Да я не побоюсь этого слова, даже, наверное, и во всем мире среди хоккеистов. Вот уже и шампанское здесь готово. Вот оно, видите, все со льдом уже, все холодненькое. Ждет, ждет оно своего часа, чтобы наполнить, наверное, этот Кубок Стэнли. Но у нас здесь очередные разборки. Да, вот Ричард Брадо, он уже на скамейке запасных. И шесть полевых игроков сейчас в составе Ванкувера будет пытаться что-либо сделать в нападении, чтобы попытаться, наверное, перевести игру. Может быть, даже и в овертайм. А может быть, даже и выиграть этот четвертый матч. И не дать островитянам именно сегодня, именно здесь у себя на домашней арене выиграть Кубок Стэнли. Я имел в виду домашнюю арену клуба Ванкувер Канакс. Да, продолжается матч. Ну что, что, вот сейчас, а ворот это пустые. Горинг, бросок. И тут к защитника попадает шайба. Так спас он сейчас свои ворота. А у нас совсем мало времени остается до конца третьего периода. И, наверное, теперь можно сказать, что клуб Нью-Йорк Айлендер становится трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Вот, две, одна, все, сирена, сирена. И клуб Нью-Йорк Айлендер становится трехкратным обладателем Кубка Стэнли. И причем это происходит третий раз подряд. Браво! А вот он, наверное, один из главных творцов успехов клуба Нью-Йорк Айлендерс. Главный тренер Эл Арбор. А это Билли Смит. Вот он принимает поздравления от Арбора. А вот посмотрите, болельщики Ванкувера, они все равно, они все равно поддерживают свою команду. Они благодарят своих игроков, наверное, за прекрасный плей-офф и за прекрасный сезон. Ведь все-таки клуб Ванкувер Кенакс добрался до финала. А вот он, капитан клуба Нью-Йорк Айлендерс Деннис Потвен. Ну, вот сейчас традиционное рукопожатие. И вот, наверное, один из самых кульминационных моментов. На льду появляется Кубок Стэнли. И сейчас его вручат капитану клуба Нью-Йорк Айлендерс Деннису Потвену. Вот игроки уже готовы, готовы принять этот трофей. Недовольны гулят бонельщики Ванкувера. Ну и что? И вот, Кубок Стэнли над головой у капитана клуба Нью-Йорк Айлендерс Денниса Потвена. Трехкратные обладатели Кубка Стэнли, клуб Нью-Йорк Айлендерс. Браво! Мы их тоже поздравляем с этой победой. Это их третий успех. И причем это три раза подряд уже. Браво! Браво, Нью-Йорк Айлендерс! И вот новая династия в Национальной хоккейной лиге. Островитяне из Нью-Йорка. Даже, скажем, наверное, с Лонг Айленда. Ну вот, вот они, игроки. Довольны они, довольны они. Они становятся трехкратными обладателями Кубка Стэнли. А мы перемещаемся в раздевалку и посмотрим, что же там происходило в раздевалке, островитян. Вот, несут Кубок Стэнли. И, наверное, помните то шампанское, которое охлаждалось? Ой-ой-ой, даже чуть не уронили сейчас этот трофей. Ну, такое бывает. Вообще, всякое было с Кубком Стэнли. Ну, об этом я расскажу как-нибудь и в других матчах. А сейчас Кубок Стэнли будет наполнен шампанским. И каждый игрок сделает, наверное, поглоточку или понесколько. А мы на этом заканчиваем. Смотрите классику НХЛ на канале 7 ТВ. Для вас работал Владимир Дегтярев.